АПЛОДИСМЕНТЫ Здорово, братишка! Никак вы не похожи на залежалый товар. Но давайте посмотрим, напомним зрителям, чем вы покорили так наших невест. Что, в Канаде все мужчины красят губы? Не красят. Гигиеническая помада, чтобы они не трескались. Вау! Супер! Супер! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А цветочки можно получить? Да. А ты думаешь, они тебе? Обязательно, да, я хотел на самом деле. Ну, я рассчитываю на это. Рассчитываю. Ну, он такой милый в жизни, намного лучше. Такой вот, как котенок, у него такие милые глазки. Итак, вы в России 10 лет? Да, даже больше, да, 11,5 уже почти. Что вы здесь забыли? Хороший вопрос, не знаю, что я забыл. А вы вообще чувствуете свою принадлежность к нам-то? Ну, чувствую. Русскость в себе чувствуете? Частично меня, да, чувствуете, что здесь меня что-то тянет. Часто русская душа, я думаю, что у меня есть. Он же постарше тебя будет. Прямо увереннее постарше. Абсолютно меня это не смущает, даже радует. Вы приехали сюда с женой и с двумя детьми? Да. Потому что она тоже хотела принадлежать к нам? Да, тоже там русские корни. Тоже есть русские корни? Она умела, да. Но не выдержала? С браком не получилось. Это не было Россию, что ей не нравилось на самом деле. Это просто был, что наши именно там браки. Начались противоречия с того, что она вегетарианка. Ну да, это был одну часть из наших проблем, но не главной части, наверное. Да, но она не была такая вегетарианка сама по себе, типа, это мой выбор, а вот ты живи, дорогой мой, как хочешь. Она ведь и детей водила в другую комнату есть, да, когда вы вкушали мясо. Да, да, да. Это что, это, я говорю, женщина вдруг начинает вам диктовать, что вам есть? Нет, если она там неплохо зарабатывает, как говорится, и себе это помогает. Ой, у них даже если плохо зарабатывает, все равно женщина на Западе... Ну вот они и доигрались с этим, со своей демократией-то. Против Бога идут. Бог создал мужчину, а женщину прилепил. Я считаю, что закрывать глаза на недостатки нельзя. То есть, либо ты принимаешь человека с его недостатками, и это не мешает тебе жить, либо ты не принимаешь. А вам нравится больше какой уклад? Вот российские, вот как у нас, женщина заглядывает прямо в глаза мужа с утра. А что ты хочешь, любимый, отбивную или блинчик, или просто займемся любовью, что предпочтешь? А? Нравится? Или как у вас там, вот сказала жена? Ну... Решила? Нет, ну, конечно, там хотелось бы... Приятно же быть мужчиной-то, вот прям мужчиной-мужчиной. Да, я, в общем-то, это не отрицаю, быть мужчиной, конечно, да, это хорошо. Что касается языка, ты английский-то знаешь? Ну, да. Ну, подтянуть никогда не мешает. Воды подтянули. Какие ошибки вы учли из предыдущего брака, и чего больше не повторите в новом браке? На самом деле там, я думаю, что самое главное, это там любить друг друга, безусловно, да, вот, и верить друг другу, доверять друг другу. Вот первый год вы ее любите, безусловно, и закрываете глаза на ее недостатки, на ее скверный характер, потому что гормон. А через год думаете, боже мой, кошмар. Поэтому вы уже сегодня должны, конечно, руководствоваться и душой, ну, и разумом, и сердцем, все вместе. Секундочку. Митчел, это значит, мы вас, ну, в смысле, женщина, жена ваша будущая должна вас любить безусловно. Ну, желательно, я думаю, что это да. Что у вас это, что вы принесете, где жить будете, что у вас есть, на что содержать жену будете, сколько зарабатываете. Да, ну, вот, здесь бизнес есть, вот, очень достойная работа есть там и в Канаде и так далее, все очень много. Ой, Канаду, вы нам не рассказываете, там далеко, поди, знай, сколько у вас там есть, вы все сказочники рассказываете. Вы здесь, это, зарплата у вас хорошая? Ну, конечно. Квартира съемная? Нормальная, ну, что, вот здесь стандартные вот это все, я не знаю, кто стандартный, кто высокий, кому-то там высокий, кому-то маленький, я не знаю. Ну, за сто тысяч? Я же не миллиардер и так далее, все. За сто тысяч рублей? Ну, вот, есть, есть. Значит, съемную квартиру, если она иногородняя. Вот, ну, да, я снимаю квартиру на самом деле. А давайте посмотрим на ваш образ жизни. Благодарить, спасибо. Ну, вот так вот, мой типичный обычный рабочий день. Сижу здесь, занимаемся деревом. Вот я здесь нахожусь с моим любимым парикмахером, Юлией. Значит, что, моем, стригаем, делаем все, что надо, чтобы я был красивый. Вот я заходил в мою любимую пекарню, вот здесь недалеко, где я стригаю. Короче, я пришел взять мою любимую кищу. Есть они, есть или нет? Которые сыром и ветчиной есть? Нет, нет. Я обожаю пищу. Короче, я голодный, возьму вот эти две с грибами. Вот, я уже готов к моим ужинам. Как холостой человек живет. Идет к пекарню, покупает что-то и кушает дома. Ты так себе вон язву нараза работаешь, сухометку-то есть. Поэтому должна быть рукастая. Ну вот, правильно. Если он себя будет хорошо вести, то я ему, в принципе, могу и сама спишь. Сладенький пирожочек. За 11 лет у вас уже, конечно, есть опыт общения с русскими девушками. Не только же... Ну только последние несколько лет, конечно. Да, я понимаю. Слежатым браком в основном. Конечно, да. Но уже все равно какое-то сложилось впечатление, правильно, о русских девушках? Есть, на самом деле, есть. Много хорошие здесь, на самом деле, девушки, которые просто им надо знать, где найти и как определить. У нас. Как определить? Я это не понимаю. Вот у нас на программе. Это очень сложно, на самом деле. Кто хороший, кто плохой. Нет, определить легко, когда вы знаете, чего вы хотите. Не, ну, если я знаю, что я хочу. А, вот они все там. Нет, дорогой мой, хочешь хозяюшку, вот еще, чтобы она в земле копался, а зачем вам? Это у нас 60-летние женихи спросят, чтобы она там дачку имела и в земле. А вам зачем нужна, чтобы она землю любила? Ну, не обязательно землю, но это просто как бы такой образ жизни, что как бы... Конечно, Скарлетт О'Хара, красавица из красавиц. А земля для нее была мать родная, сопервостепенно, главнее детей и мужчин. Ну, так у нас колхозница тоже есть, собственно говоря. Ну, Скарлетт О'Хара не была колхозницей. Ну, так извини, у нас нет с Гарлетт О'Хара. Поэтому, как бы, жить и быть на природе, например, там, не бояться, чтобы царапывать свежий, там, вот этот маникюр. Что ты с ума сошел? Ты знаешь, сколько это стоит? Ну, вот, это да. Раз, неделю, две, с половиной тысячи. Красавица, конечно, очень важно. Но, на самом деле, не по цене, на самом деле, а счастье за то, что ты можешь проводить время хорошо вместе. Митчелл, я вас поняла. Да, значит, сегодня парятся по поводу дорогого маникюра колхозницы, которые позавчера приехали из Северодвинска. Я тоже парюсь. Хорошие женщины молодые из хороших семей с образованием, они, конечно, уже не живут ногтями, губами накладными, накачанными всеми этими делами. Они уже проживают совершенно другую жизнь, более интересную, более насыщенную. Они уже понимают, что молодость проходит, жизнь проходит. Да, и есть такие девушки, которым, правда, всё интересно, всё любопытно, и Землю они любят, вот в том понимании, о котором вы говорите. Пока, во всяком случае, мне кажется, что это всё в моём стиле. Женщина вам нужна спокойная, потому что она у вас в гороскопе описывается двумя фиксированными планетами. Что такое фиксированные планеты? Она должна быть постоянной, она не должна быть метущейся душой, она не должна менять своё мнение через день, она должна быть уверенной в чём-то. Это не должна быть уверенность жёсткая, но внутри она должна излучать, ну, такое, именно тепло-постоянство, чтобы вы понимали, что вас ждёт каждый день с ней. Она должна быть достаточно энергичной и довольно чувствительной. То есть это красавица, но красавица эмоциональная. И я надеюсь, что сегодня у нас маленькое чудо случится. А что это за спасательные жилеты? Я вот приготовила. Это маленькая новогодняя магия. Я надеюсь, что сегодня она позволит нам избавиться от зависимостей, от неправильных привязанностей, от всего, что тяготило нас в старом году, а в Новый год с собой тащить не хотелось бы. Это символические привязанности, разные типы этих привязанностей. И я надеюсь, что наши герои, может быть, Митч, может быть, вы захотите от чего-то избавиться. Для этого нужно будет одну из привязанностей, я скажу какую, расстегнуть, разорвать, развязать или как-то по-иному рассоединить и прочитать документами. А ты сначала, эй, 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 подожди! Нужно сказать, что... Сначала надо вслух сказать. А чего бы ты хотелось избавиться? Что бы ты хотел оставить в старом году? Я уже знаю, а ты пока думай. Я хочу избавиться от такого уже гнетущего у меня ощущения, не успеть опоздать куда-нибудь, денег не заработать, не соответствовать. Я больше живу будущим, чем настоящим, и не наслаждаюсь этим настоящим. Хочу от этого страха избавиться. Это лунный страх. Вот, собственно, тебе рамочка, которая имеет отношение к Луне. Нужно как-то кратко сформулировать твою проблему. Страх опоздать. Страх опоздать. Читай, пожалуйста, громко заклинание, и там, где три точки, называй свою проблему, пожалуйста. И при этом раскрывай. Это сложно. Магия так просто не дается. А могут наши зрители, у которых похожий страх, вместе со мной повторять? Да. Я думаю, что я многих сама освобожусь, и многих тоже это... Да, загадай. Отвали! А какой страх-то... Страх опоздать. Отвали, страх опоздать. Смывайся, страх опоздать. Вытряхивайся, страх опоздать. Прочь, страх опоздать. Катись, страх опоздать. Отстегнись, страх опоздать. Уйди в туман и не подавай гудков. Подожди, надо расстегнуть. А, расстегнуть. Так. Вау. Вот. Луна, лунный страх. Будем считать, что ты избавилась, и все. в 2016 году уже не будет. Не будет. Но ты харизматично прочитала, Рос. А ты харизматично описана? Так, надо начинать думать о своем страхе, от которого я хочу избавиться. А давай я сначала вот Митча, а потом я. Я уже там в панике, там думаю. Ну, Митч, наверное, одиночество. Ну, может быть, вот так вот. Тогда вам нужна венерианская рамка. О, хорошо читать с канадским акцентом сейчас, да? Никого не против? С канадским, с русским, выразительно читай. И говорим слово «одиночество», там, где три точки. Одиночество, так. Выметается одиночество. Из-за... 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 Одиночество. Оставь одиночество. Проваливай одиночество. Скройся одиночество. Остань одиночество. Уйди одиночество. Чтобы ноги твоей здесь не было. Ура! Ура! Открывай, открывай. Надо раскрыть. Открывай, давай. Ага. Откроем. Я люблю открывать вещи. Так, выпускаем, выпускаем. В Новый год все должно сбываться. Ура! Молодец! Давай! Иди здесь, знакомьтесь с первой невестой вот в таком настроении. Хорошо. Здравствуйте, Митч. Меня зовут Дарина. Я хочу, чтобы именно ты стал моим суперменом. Спасибо. Дарина. 22 года. Студентка третьего курса. Подрабатывает имиджмейкером в магазине мужской одежды. Гордится тем, что купила папе автомобиль. Признается, что любит засыпать в обнимку с избранником. После серьезного инцидента с возлюбленным, Дарина перестала доверять мужчинам. Но, увидев Митча в программе «Давай поженимся», поняла, что готова рискнуть. Здравствуйте. Слушайте, ну вы, наверное, очень востребованный имиджмейкер, да, раз вы могли купить на свою зарплату папе машину? Нет, я имиджмейкером стала работать совсем недавно. Я в Москву переехала буквально несколько месяцев только назад. И прилетела только вчера с Владивостока. Какая молодец. Вот, ездила, собственно, к родителям. Ну, а заработала я именно, я профессионально еще 8 лет занимаюсь спортом, это танцы, именно. И работала за границей и на контрактах вот скопила и заработала. Ну, вам всего 22 года. Да, я с 16 лет работаю. Вас родители отпустили за границей танцевать? Такая ситуация в семье, что пришлось. Не самой зарабатывать, вести самостоятельный образ жизни. А родители чем занимаются? У меня мама болеет, она инвалид, то есть она не работает, и отец помогает как может, то есть с ней. А еще есть братья и сестры? Нет, я одна. То есть все на вас, на бедной девочке? Получилось так, что вот, да, и образование надо было получать. Получили? Среднее у меня специально, я стилист-парикмахер, и сейчас я получаю высшее, я имиджмейкер. А танцевали в клубах? Работала в клубах в своем городе, и на фейс-контроле тоже работала. То есть такая, да, была. На фейс-контроле перешли, потому что ваш парень был ревнивый и настоял, да? Ну, я даже сама тоже захотела убрать этот нюанс и перешла на другую работу, сменила ради него, чтобы он не волновался. Очень активная, не боится трудностей в жизни. С молодым человеком, с которым у вас были отношения, вы в Москве познакомились или в Владивостоке? Нет, в Владивостоке. А что там с полицией случилось? Ну, такая ситуация, то, что я работала ночью, и когда вернувшись с работы, собственно, застало то, что он был очень, ну, неадекватно. Он пьяный был, подрался где-то, дома был полнейший хаос, просто видно, что кто-то был, то есть все в крови, что-то там происходило явно. Ну, и первая моя мысль, как нормального человека, у которого есть какие-то сбережения, их было тоже проверить еще заодно, потому что, ну, было видно присутствие кого-то, какой-то гулянки. И оказалось, что нет денег, которые я откладывала на учебу. А сколько? 75 тысяч? На учебу, да. Получилось, что с этой суммой... А не вам ой как или нелегко? У нас, ну, конечно, на сессию, да, я оставляла, и то есть получилось, осталось совсем чуть-чуть, а большая часть этой суммы пропала. Ну, вот такой неприятный инцидент, после которого я пыталась с ним поговорить нормально, он очень начал агрессировать, и мне пришлось, да, вызывать милицию. И что в полиции написали заявление? Нет, я не написала мне заявление. Хорошо, что выяснилось, что он эти деньги прогулял? Ну, мне там сказали, что да, и просто я не хочу в это верить. А вы вообще доверчивая, да? Ну, получается, что да. Вам чем Митчелла так понравился? 41 год, намного вас старше, почти... Он вам в отцы годится? Ну, не думаю. Я сама... Ну, 20 лет разница. Меня она полностью не смущает, если Митчелла тоже не будет смущать. И вот уж точно смущать не будет. Я считаю себя взрослее тех лет, которых у меня есть. Ну, в принципе, я думаю, что Митче сегодня предстоит трудный выбор, потому что я думаю, что мы все достойные, все очень интересные. Давай поженимся вашим мобильным. Советы от наших экспертов по телефону 0736 в любое время. Пока реклама. Митчелл, я хочу вам предложить все те же новогодние бонусы. Может быть, семейная традиция? Что вы выберете? Или какая-нибудь новогодняя смешная история? Или... Ну, скелета в шкафу не хочу. Нет, есть... Что? Что еще там? Есть свидание наедине. Ну, я думаю, что вот это было бы там поинтереснее. Я думаю, тоже. Проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Дарья. Вот представляете, такая, как Дарина, приезжает в Канаду. И они идут попить пивка в местный, в соседний паб. И у канадских лесорубов просто головы у всех так на бок. Потому что рядом сидят такие тетки в куртках, в дутиках, незакрашенные волосы, в свитерах. Да, пьют пиво. Все будет нормально. Да, едят просто. И вот такая в кружевном платье Дарина. Понятно, что у Митчелла уже глаз загорелся. Потому что где он такую в Канаде, красавицу не найдет никогда в жизни. Не боится, что я иностранец, канадец, мой русский не совсем хороший, может быть. Не проблема, мой английский тоже не очень хороший. Но при этом я жила за границей тоже стараюсь подучить своими силами, правда. Ну, хотя бы чуть-чуть. Ну, вот, нормально. Вот это начало, правильно? Я вот старалась учила сама. Она сможет влиться в семью, в коллектив, в среду новую для себя? Она очень мне симпатична, правда. Еще бы. Да, но она очень молодая, очень. И она очень амбициозная. Я думаю, что... Рыба ищет, где глубже, человек, где легче. Я просто думаю, что она будет пытаться реализовать себя. А если у нее будет такой прям серьезный брак... У нее только один шанс реализовать себя с помощью мужчины, который ей все это даст. Все остальное за виральные идеи. Проходите, как-то вы скоренько. Проходите. Проводите. Я еще кое-что узнаю, что с твоей женой у вас был такой прецедент, что она была вегетарианкой. Да, да. А я не такая. Вот. Поэтому предлагаю тебе откусить чуть-чуть мясо. Откусить кусок мяса? Да. Я вместе с тобой. Такого никогда не предлагали, на самом деле. Это действительно сюрприз. Хорошо, давай. Спасибо. Очень вкусно. Спасибо вам. Проходите в свою комнату. Дарина. Если бы она пришла в брючках, она бы пришла в какой-нибудь блузке, в ней бы было больше лоска. Вот если бы не было этого вульгарного гипюрового платья, вот такого, этой походки, понимаете, уже такой заученной, вымученной. Это очень смущает. Потому что девчонка, она добрая. Видно, что у нее глаза очень мягкая, умеющая любить. Но вот это платье меня очень смущало. Понимаете, она как все красивые молодые женщины щучки-акулки. Все эти кружева, это на теток после 40. А что ты против, я тоже кружева. Ну так тебе уже землей на эти кружева пора посыпать. Поэтому, что ты равняешься. Поэтому я сказала, и тебя. Она при всем при том, что ей 22 года, она не выглядит девчонкой. И мне это все время, все это время раздражало. Он интересный. Мы когда с ним сидели наедине, разговаривали, он прям такой очень приятный. Я не стеснялась его. Каковы бы намерения не были, внутри душевно она способна очень ярко мужчиной увлекаться. Но я хочу ее как раз остановить на этом пути. Вот все те случаи, когда она будет гореть в пожаре страстей, а я абсолютно уверена, что будет, потому что рыба с огненной Венерой. Она будет просчитываться, эти отношения будут очень быстро заканчиваться. Поэтому, в каком-то смысле слова, я бы даже хотела, чтобы дурацкая часть ее молодости быстро прошла, и чтобы наступила осмысленная часть ее молодости, когда она будет более серьезной. Серьезность в ее случае, это выбирать мужчину, душевного, почти родственника, с которым тихо и спокойно. О, Василис, там вот возможно, наверное, пусть она замуж выходит за деньги, а потом любит его бескорыстно. Как мы смотримся вместе? Хорошо смотритесь. Довольно, неплохо. Митч, проходите, знакомьтесь со второй невестой. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуй, Митч. Меня зовут Алена, и я тебя увидела в передаче, и ты мне очень понравился. Я приехала из Риги специально к тебе. Кстати, я знаю, что ты пользуешься бальзамом для губ, и я тоже очень люблю влажные губы. Поэтому этот бальзам из Риги как раз для тебя. И это цветы для тебя. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Алена, 33 года. Помощник директора муниципального предприятия. Гордится тем, что в 19 лет вернулась на свою родину. Признается, что некомфортно чувствует себя в очередях, и не может уснуть на голодный желудок. Предупреждает, что не готова переехать в другую страну. Алена проделала длинный путь из Риги в Москву, чтобы побороться за внимание Митчи. Надеется, что он выберет ее. Здравствуйте, мы вам рады. Не зря, мне кажется, приехали. Да. А какие достоинства вас привлекли в Митчи? Вы знаете, первое, что впало в глаза, что мне понравилось, это очаровательная улыбка и очень добрые, игривые глаза. То, что она из Риги приехала, это, конечно, очень удивительно для меня. Но у вас был гражданский брак? Да, я пять лет жила с отцом своего ребенка, гражданским браком. А почему не расписались? Естественно, я такие вопросы поднимала, проявляла свои желания и говорила, что я хочу как бы узаконить отношения. Но он объяснял свое нежелание тем, что он уже состоял однажды в браке. И в браке он разочаровался, поскольку там женщина не очень красиво поступила по отношению к нему. Ну и, в принципе, как такова ценность брака для него больше не существовала. Понятно. Это если бы вы не были беременны от него, он мог рассуждать и философствовать еще там пять лет. Но вы носили под сердцем его ребенка. У ребенка его фамилия? Да, у ребенка его фамилия. Но, вы знаете, я внутри это приняла, потому что проходила... Он литовец? Нет, он латыш. Латыш, да? А вы жили в его доме с его родителями? Мы жили в квартире его мамы. И когда вы были беременны, вы решили сделать ремонт, правильно? К появлению дитя нужна была, наверное, еще одна комната? Да. Ну, мы начали ремонт делать уже, в принципе, до беременности. Да. И очень быстро у него пропало вдохновение. А он помогал вам? В принципе, вначале да. Но очень быстро у него пропало вдохновение. И потом получалось так, что я шпаклевала стены. Беременная. Да, я умею шпаклевать, красить. Аленушка, это вы одну комнату ремонт? И во всем доме? В принципе, мы разобрали всю квартиру, мы снесли стены, все перегородки. То есть вы считаете, что разрушение стены разрушило ваши отношения? Да, я считаю, что вот разрушенный такой внешний мир, он разрушил все, что было внутри. Мне кажется, она будет такой примерной женой, как некоторые говорят, девочка в тапочках. А вот вы не готовы переехать в другую страну, да? Нет, вы знаете, вы знаете, я готова в том случае, если в моей жизни появится человек, за которым я готова следовать. Вас не смущает наличие ребенка? Нет, конечно, мне же двое есть саму свою, поэтому на самом деле я понимаю, это жизнь, это все здорово на самом деле. Я только приветствую, если такого у вас случая есть. А вы сразу сначала в Канаду переезжать будете? Или мы в Москве живем? Я понимаю, я живу в Риге, что тоже очень красивый город, так что, пожалуйста, приезжайте. Вы к нам приедете, если у вас все сложится, ну, вы начнете там это. Ну, вообще, я как бы, наверное, в этом смысле старомодная. Я считаю, что женщина следует за мужчиной, да? Но... Да, тем более у вас европейский паспорт, не будет никаких проблем. У вас маленький ребенок, он пока не ходит в школу. Я думаю, что в вашем случае все возможно. Что вам мешает быть счастливой? Что в вашем характере не так? Как вы думаете? Вы знаете, как бы самой себя сложно оценить. Я думаю, что, возможно, я в чем-то, может быть, требовательна. Вы жесткая? Я жесткая к другим настолько, насколько я жестка сама к себе, да? Она по сравнению с тобой себя очень вульгарно ведет. Это ты сидела там, такая куколка. Ну, я вульгарна в смысле относительно тебя. У вас осталось два бонуса. Смешная или нелепая история, которая произошла в Новый год, либо семейная традиция. Давай нелепую историю. Ну, была такая история, смешная один раз, что так случайно получилось, что я в магазине украла целую тележку шампанского. Опа, ничего себе. Да, ну как раз... Так случайно. Так случайно получилось, да. А бутылочка сколько было там? Ну, вот эта металлическая большая тележка, в принципе, вот так вот разложена, она была шампанским. Сколько там? Чтоб 20 пара дюжин было, наверное, да. Ну, хорошо, там прилично было. Как раз для хорошего праздника. И набрала я туда перед праздниками, естественно, как все делают перед Новым годом закупки, и на ленту на кассе я положила одну бутылку, с мыслью, что я не буду все выгружать, что кассирша приподнимется и увидит, что у меня там есть еще и пробьет столько, сколько есть. Она пробила одну эту бутылку, сказала, сколько платить, и я автоматически достаю кошелек, плачу и продвигаю тележку. И мне как-то мелькнуло, что она не посмотрела. Я думаю, ну, я не стану ей напоминать, в принципе, может быть, подарок на Новый год. А если бы остановила охрана? Ну, тогда бы женщина должна знать, в какой момент включить дурочку, если так можно сказать, да? Молодец. Легкая. И поэтому, как бы, знаю, такой азарт перед праздником. А я сейчас включаю дурочку. А что это за пакетики у вас такие рядом стоят? Да, да. Отлично. Спасибо. Да, как вы понимаете, я приехала, значит, из Риги, да, и я не могла приехать просто с пустыми руками. Я начну с вас, девушки. Я привезла вам всем по небольшому сувенирчику из Риги, из Латвии, как раз к празднику. Шпроты, рижские шпроты, бальзам и съедобный янтарь. И съедобный янтарь, да. И еще, девушки, посмотрите, что я для каждой из вас сделала брошку своими руками. Через чуму тут, мне кажется, кто-то кого-то покупает вам. Не находите? У каждого серьезного мужчины должна быть серьезная ручка. И здесь ручка с пожеланием, с гравировки для тебя. Молодец. Можно я прочитаю? Да. Keep great things in your heart, small on the paper. И что это? Это интимно. Спасибо большое. Очень приятно. Спасибо большое. А что такое сказалось? Я думаю, что это и есть, да? Это неслышно на самом деле. Надо опять почитать. Скажите, это и есть ваш подарок и сюрприз? Или еще будет сюрприз? Знаете, нет. Еще будет? Да, у меня еще есть такой сюрприз. Поскольку сейчас очень холодное время на улице стоит, то я хотела бы внести немножко огня. Внесите. Но для этого мне нужно переодеться. Пожалуйста. А подождите, пока вы переоденетесь, давайте вы избавитесь от чего-нибудь, но если, конечно, есть желание. Правда, я надеюсь, что не от щедрости. Да, вы знаете, я хочу, наверное, избавиться от излишней требовательности. Вы как раз меня навели на эту мысль и заставили задуматься... Тогда держите сатурническую рамку, читайте заклинания и прощайтесь с требовательностью. Только нужно быстро, динамично, активно и ярко. Брысь требовательность, давай отсюда требовательность, кыш требовательность, отвянь требовательность, отцепись требовательность, сгинь требовательность, сыпь отсюда требовательность, закрывай дверь с той стороны требовательность. Спасибо. Открывайте. Открывайте рамочку. Все? Все, да. Будем считать, что избавлены. А теперь сюрприз. Я не вижу ее беззаботно резвящейся непосредственности. Немножко не представляю. Она может стараться это делать. Думаешь, что Митчу это нужно? Он ищет непосредственность? Затопчет можно так. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Алена, большая вы умница. Прямо порадовали нас сюрпризом. Аленушка, цветочки. АПЛОДИСМЕНТЫ Вам удивительно подходит Испания. Просто удивительно. Вот как вы точно себя в этом определили. Молодец. Спасибо вам большое. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот как значит, как важно правильно показать сюрприз, да? Да, вот это было что-то, да. Так у нее все это ловко получилось. И так как-то к месту и ко времени. Очень понравился. Правда, вообще. Даже лучше вообще, чем я представляла. Она очень харизматичная. Я вообще не думал, что она такая, когда она вот сидела и разговаривала. Как раскрылась в сюрпризе. Да, вот раскрылась в сюрпризе. Но, с другой стороны, чувствуется, что человек очень жесткий такой и требовательный. Действительно. Видно, что жизнь она прожила. А ей не было возможности лясь-мазясь разводить, понимаете? Да, да. Роза? Мне нравится, Аленушка, молодец вообще. Вы прям как-то из одного курятника прямо. Ладные такие. А он, знаете, он тоже, можно сказать, это сейчас он сидит тут улыбается, потому что, может, половина не понимает это. А еще неизвестно, какой у него характер. Правильно его надо строить. Он жирок бы подобрал бы, что-то разъелся ты на наших российских хлебах-то. Знаешь, надо подтянуть, а она подтянет. Я за нее. Какой жирок я не заметила, даже жирок. Абсолютно гармоничная женщина. Пожалуй, за одним только исключением. Как только я вижу в гороскопе очень высоко стоящие планеты в огненных знаках, я сразу понимаю, что для человека спорт очень много значит во всех смыслах слова. Вот у нее любовные планеты расположены в огненной стихии высоко. Значит, для нее спорт в любви своеобразной значит много. Что это такое? Она включается в борьбу за мужчину. Это не просто борьба за жизнь, а это ситуация, в которой она начинает мужчину добиваться, но просто из внутреннего какого-то желания. Не за всякого надо с другими женщинами биться, не за всякого нужно конкурировать. Вот, собственно, и все. Еще есть одна невеста. Знакомьтесь. Привет, Мич, я Ульяна. Ты знаешь, каждая девушка – это цветок. И то, как за ней ухаживает садовник, зависит очень много. И мне бы очень хотелось, чтобы именно ты стал тем садовником, с которым я вечно бы цвела. Спасибо. Спасибо. Ульяна, 25 лет. Преподаватель английского языка в православной гимназии. Мечтает заняться благотворительностью. Гордится тем, что ее невозможно вывести на эмоции. Признается, что избегает лифтов и боится летать на самолетах. Предупреждает, что у нее характер снежной королевы. Ульяна долго не могла понять причины странного поведения своего возлюбленного. Но когда докопалась до истины, поняла, что ей просто нужно искать другого жениха. Надеется, что меч будет с ней честен. Ну какая же вы снежная королева. Цветочки вот такие у вас, доголовки. Вы прям такая девушка весна скорее. Ну на самом деле мне очень тяжело открыться перед человеком. Поэтому некоторые люди говорят, что за моей холодностью очень сложно понять, что у меня внутри. На самом деле я очень добрый и чуткий человек. А вот вы говорите, что вас тяжело вывести на эмоции. То есть вы ни на что не реагируете? Это же ужас какой-то. Ну это в том плане, если, например, меня долго обижать или как-то, я не знаю, оскорблять или еще что-то. У меня есть определенный момент, определенная точка кипения, до которой у меня все установлено. Но вот стоит мне только взорваться, это будет все. Ужас просто. То есть я пытаюсь подавить это. То есть вы человек сдержанный? Да. А за что же вас можно оскорблять, я не понимаю? Ну вы знаете, мир настолько, как бы сказать, банален и жесток. И как бы человеческую доброту не всегда воспринимают, знаете, как нужное. Ну например? Ну вот например, я такой человек, я безотказный. То есть я люблю помогать всем. А люди этого не ценят. Им эта помощь 300 лет не нужна. И вы тогда закусываете у дела. Думаете, как же так? Я же перевел тебя через дорогу, Жердяйкин. А ты мне вместо этого, да? Ну на самом деле, знаете, это все у меня, я быстро отхожу. То есть я могу обидеться, но на самом деле я быстро от этого отхожу. И как бы пытаюсь это как-то... А вам это мешает? Ну если честно сказать, отчасти то да. А зачем помогаете тогда? А вот сущность у меня такая. Нет, я помогу тебе. Может быть вам хочется любви, признания. Из какой вы семьи? Я из обычной простой семьи. Я воспитывалась, правда, без отца. Но отец нам помогал. Но есть ощущение, что недолюбили? Что недополучили в детстве? Есть такое ощущение? Мне кажется, да, отцовской любви мне, скорее всего, не хватало. Поэтому помогая, вы хотите все время признать. Говорить, Ульяночка, если бы не ты, не твоя вот эта прекрасная помощь, я бы уже не жила, или я бы не была бы такой счастливой. Ну, отчасти... Моя мама говорит, ждать благодарности глупо, а не быть благодарным подло. Ну, ладно. Вот, поэтому... Поэтому помогайте безвозмездно и не парьтесь, кто как отреагирует на это. Ну, такая очень милая русская девушка. Такая традиционной красоты русская, мне кажется. А где вы сейчас живете? Я сейчас живу в Коломне. С родителями? Да, с мамой и бабушкой. Уедете, если у вас... Ну, у вас выслушатся с Митчеллом в Канаду? Ну, я думаю, что да, но для этого нужно пообщаться с человеком. Это естественно. Мы не спешим покупать вам билеты уже, понимаете, в один конец. Это естественно. А пожить до брака? Ну, вы знаете, я к этому отношусь категорически плохо. Может быть, у меня, ну, немного не такое. Современное воспитание, потому что... Хорошее воспитание. Я тоже так же к этому отношусь. У меня все-таки впечатление стало, что она такая заносчивая, знаешь, что ей вот что-нибудь скажи, а она тебе 10 слов в ответ. Я правильно понимаю, в хорошем понимании этого слова, то есть вы девушка чистая, невинная? Ну, на этот вопрос, я думаю, я не буду отвечать. Нет, если вы до брака, ну, ладно, не буду я от вас смущать, хотя я считаю, что... Ты гинеколог, что ли? А при чем здесь гинеколог? Раньше девушка чистая, невинная была как добродетель, и никто не стеснялся говорить. А сейчас это какой-то из области интима вообще-то. Нет, Рост, ну, кричать об этом тоже на каждом огне не стоит. Ну, как-то да. Нет, если бы я 40-летний бы сказала, вы чистые, невинные, тогда да. А 25-летний? Ну, а что? 25 лет. Нет, ну, она говорит, до брака жить не буду. Вот у меня... Правильно делает. А вот у меня тогда к вам вопрос. Ну, в театр сходите, походите, долг ходить не будете, потому что до брака ничего не будет. Как решать вопрос? У нас там мама с бабушкой, отца нет, скорее всего, вот я бы. Сколько мы будем так за ручку ходить? Ну, не знаю, я согласен, что надо, на самом деле, там, узнать друг друга, для того, что ты можешь, там, делать какие-нибудь большие там выводы. А что вы хотите знать? Вы смотрите, красавица, с хорошим образованием, правильно, традиционно воспитанна, живет в Коломне, вам ездить придется, она кататься не будет. Вы знаете, где Коломна? Ну... Подмосковье. Подмосковье? Ну, это не так плохо, на самом деле, подмосковье. После рассуждений, Розы, на тему невинности, мне неловко, конечно, об этом спрашивать, но я в другом смысле слова, от чего бы вы хотели избавиться в новом году? На самом деле, я бы хотела избавиться тревоги. Вот, знаете, воспринятие каких-то мелочей, я их воспринимаю всегда близко к сердцу, меня это постоянно тревожит, вот от этого я бы хотела избавиться. Сестра, здравствуй. Что же, выбирайте, пожалуйста, лунную рамку и читайте громко вслух. Удались, тревога, отпусти, тревога, склей ласты, тревога, вон отсюда, иди ко всем чертям, тревога, ну тебя, тревога, пойди вон, тревога. Фу! А у вас остался один бонус, семейная традиция новогодней. Есть такая? Да, у нас есть маленькая такая семейная традиция, а после того, как мы посидим всей семьей за столом, нам нравится одевать маскарадные костюмы, да, каждый себя ведет в новом образе в новом году. Мы идем на улицу и маленьким детям дарим конфеты и сладости, тем самым дарим частичку Нового года от нашей семьи. Спасибо вам большое, а сюрприз приготовили? Да. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Она такая вот, она любит каравокки вот такие вот, клубы такие. Заведение это точно она любит. А я прошу перемену. Субтитры создавал DimaTorzok Я вам в новом году желаю счастья. Очень сложно устроенная девушка. Мне нравится. Я не люблю вот таких прям совсем... Мне нравятся либо совсем открытые, простые, чтобы похохотать, понимаете, либо... Ульяна, конечно, цепляет. Прихорошенькая, да, и то, что она даже такая вот нелепая, у нее тут походка смешная. Ну вот в этом что-то есть. Вот их бы смиксовать с Дариной, с первой. Все мне нравится. Это платьишко, это дурацкий венок, как здрасте, не к Новому году. Вот мне это все нравится. А что, для Коломна хорошо? Причем здесь Коломна? Что ж ты сразу все так... Ну что ж ты так все сразу... Ну почему вот, почему ты там все время ищешь что-то, какой-то подвох это, и нутро какое-то нехорошее, что у нас в Подмосковье наш, это же традиции, венки. И чего здесь? Как когда были традиции венкиров в Коломне? А сама целый сезон проносил. Ничего, нормально, стильно было, да? А как другая одела, уже сразу колхоз. Я ей сказала, мне очень нравится, мне это очень все мило. Очень приятно слышать, да, на самом деле я немножко волновалась, вот, потому что видеть по телевидению это одно, а когда вышла тет-а-тет, это было немножко тревожно. Мне, кстати, очень нравится на самом деле это более традиционное там платье, там цветочки и так далее все. Ну, это никакое не традиционное, конечно, да, но ей, послушайте, ей это все подходит. Вот как мне не понравился наряд Дарины, вот, в 22 года, так, видите, кружева теткинские, вот так, в Ульяне все это понравилось, и песенка. А в Канаду поезда ходят? Ну, из Райши... В Канаду поезда не ходят, а по морю как же, по океану. Так у нее вот как раз, по-моему, она боится лифтов и полетов самолетов. Ну, если вот это не преграда для большой любви и выбора, она мне тоже очень нравится. Главное, что Митчелл не станет лифтом для своего будущего, понимаете, у Ульяны. И долго он тоже не походит, знаете, сразу брать и в ЗАГС. Она девушка, которой нужна любовь, и вам нужна любовь. Она не будет свои проблемы решать за счет вас, потому что у нее написано «любить хочу». Хочу любить. Ульяна – девушка властная. Соединение Луны с Плутоном в Скорпионе восходящее дает женщин, которые мечтают эмоционально держать окружающих в напряжении. И ей даже удавалось это в процессе нашего разговора, даже самим стилем общения. Но такие женщины редко пользуются у молодых людей большим успехом, бешеным в районе 20 лет, 20 с небольшим. Они дозревают уже чуточку позднее, скажем так. Дарья и Кирилл, вы уже должны кого-то советовать. Я бы советовала вот вторая. Вторую, Алену. А вы, Кирилл? А я бы, наверное, советовал Дарину. Конечно, Дарина – девушка необычайно хороша. Необычайно просто. И она такая манкая, она такая сексапильная, она такая молодая, и она готова к отношениям. Я считаю, они все красивые, все умные, все талантливые на самом деле. Это нелегкая выбора на самом деле. Это на самом деле, ну давайте быстро, вот все. Нет, ну такой, как Дарина, вы больше не встретите, понимаете? Уже все такие, как Дарина в Москве живущие, знают себе цену. К ним просто уже на кобыле так не подъедешь, понимаете? А Дарина только приехала. Вы ее сегодня еще можете поймать, вот, на живца. Чтобы отношения сложились, нужно время. И определенная периодичность встреч, чтобы появилась симпатия. Это предвестник любовных отношений. Почему из-за этого не происходит курортная романа, не имеет продолжения? Потому что нет времени для симпатии. Вот давайте, вот это для нас алгоритм. Значит, берем Алену, да, туда, в другое государство, ездить не будете по-большому. Надоест созваниваться, вряд ли всложится. Ульяна, да, живет недалеко, ездить можно, но она вам не позволит, ну, родители имеете в виду, там надо быстро решать. Ей все-таки 25 лет, и там сразу зашкерман, женишься, не женишься. Остается Дарина, не с 22 года, в принципе, не собирается пока замуж, у нее время есть. Ей надо в Москве как-то помочь. Вы человек хороший, положительный, вам бы я доверила бы хорошую девочку, чтобы она вот этим жердякиным там не пошла. И у вас будет время для симпатии, для создания симпатии. Глядишь, что-то у вас там и нарисуется. Поэтому я за Дарину. Вторая ведущая уже, видишь, больше склонна, такие, к молодому поколению. Ну, наверное, сегодня имеет смысл пойти к Дарине как к самой молодой, к самой симпатичной и самой понравившейся вам. Как мы все, посмотри, как мы все. Да, действительно считаю так, я не могу вам прогнозировать какое-то гигантское будущее. Но мне кажется, что имеет смысл дерзнуть хотя бы вот в уповании на эту новогоднюю магию чудесную. Думайте сами. Я могу сразу сказать, что у меня первое впечатление вот этот был и как бы там остался. Вот я считаю, что они все, как я опять повторяю, что они все очень хорошие, очень милые и красивые и талантливые. Вы просто должны встать и пойти, уже ничего не объясняйте. Вот, да что, мне уже все, вот этот пойти и выбирать. Хорошо. Мы в любом случае вас поддержим. Первая, вторая, третья. Спасибо вам огромное, что вы откликнулись, спасибо. Да, мне очень приятно помочь. Мы приехали специально на программу из Вологодской области, славного города Череповец. Я увидела пост в инстаграме Ларисы и, как любой нормальный человек, конечно, не могла остаться равнодушной. Я предлагаю всем выйти и поддержать Митчелла. Привет. Привет. Я очень рад с тобой познакомиться, на самом деле. Я тоже. Буду очень рад продолжать, на самом деле, там узнать друг друга побольше. И будем надеяться, что у нас что-то сложится. Я тоже стала очень рада, что ты ко мне пришел. У нас есть пара Митчелла и Дарина. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Кузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Удачи, рада за вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова